Место будущих молитв. Сегодня у молильного дома Крященской общины во имя иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша» появился сверкающий купол с крестом. О территории церкви осветили молитвой и окропили святой водой. О долгожданном и радостном событии для челнинских крящен расскажем далее. Освящение проводилось на двух языках – церковно-славянском и крященском. Одним из священников, проводивших службу, стал единственный в городе и ближайших районах батюшка, ведущий службы на крященском языке – отец Николай. Уникальность религии крящен в том, что на их родной язык переведена Библия, и именно на нем выполняются все обряды. Поэтому появление собственного молильного дома было долгожданным. Мы уже давно мечтали об этом. Бабушки многие не понимают. Когда на исповеди по-русски не могут высказать батюшки, а батюшки их не понимают. И получается, грехи остаются у бабушек. Это очень великое событие для крящен. Большая благодарность нашему благочленному отцу Андрею за освящение купола с крестом. Очень рады всем присутствующим, кто пришел на этот праздник почтить нас. Три недели золотой купол для молильного дома изготавливался в Казани. Его заказали почти сразу после решения о возведении Временной церкви. С Божьей помощью мы достаточно быстро возвели вот это сооружение. Потому что первое такое собрание было 28 августа. А сегодня уже как чуть больше месяца мы уже устанавливаем купол. Планируется, что молильный дом будет вмещать около 60 человек. Уже 23 октября в здании должен появиться иконостас. А в начале ноября здесь планируют провести первую службу для крящен.